Всем привет! Хочу в этом видео показать, как можно сделать модальное окно, используя React и ничего лишнего, только React. Базовое приложение я создал с помощью Create React App. Можем начинать. Первое, что нужно сделать, это подготовить несколько кнопок, по нажатию на которые будут появляться модальные окна. Модальное окно кастомно сделать очень просто, можно не заморачиваться с какими-то библиотеками, чтобы потом кастомизировать, лезть в HTML, не в HTML, а в CSS, менять что-то в стилях. Все очень можно сделать просто. Сначала подготовим приложение, удалим все лишнее. Все, у нас все готово. Здесь Создам блок controls Расширение не GSX, поэтому не подхватывается Автодополнение Вообще, если немного посидеть, подумать, то модалочку можно сделать очень красиво, ничего не применяя. Первое, так и назовем их. Несколько будет кнопок. Второе модельное окно открываем и третье. Будем открывать несколько модалок. Здесь добавим класс controls Сами кнопки нам не важны сейчас, нам нужно будет основной функционал с модалками сделать. Разместим кнопки по центру Колонку и Даже не именно вот этому классу нам нужно сделать, а классу app. В принципе, мы из index.css можем controls вынести к вас и в app.css его перенести. Тут можем вращение лого удалить. Все можем удалить. Вот три наших кнопки. Зададим им в стиле. Цвет тоже поменяем. Зададим им в стиле. Я думаю, можно их сделать одной ширины. Я думаю, можно их сделать одной ширины. Вот у нас три кнопки. Нажимая по которым будем открывать модальное окно. Теперь нужно все подготовить для самого модального окна. Для этого создадим папку с контекстами. У нас там будет лежать только контекст для модального окна, но папку общую все равно лучше подготовить, чтобы выдержать минимальную структуру приложения. В папке контекст создадим index.js, через который будем импортировать модальное окно. контекст модального окно. Не само модальное окно. Так. модуль контекст. И создадим еще один файл. модуль контекст провайдер. Тут создадим контекст. Для начала из реакта импортируем create контекст. экспорт. модуль контекст. Что мы будем передавать через контекст? Нам нужно будет передавать метод для открытия модального окна. По умолчанию это будет пустой метод. В провайдере уже его реализуем. И для закрытия модального окна. В самом провайдере. Сейчас создам index.js. В самом провайдере мы импортируем react, так как провайдер это react компонента. Сюда же нам нужно импортировать тот контекст, который мы создали. И самого model провайдера будем экспортировать в model provider. Все компоненты, которые будут находиться в model provider, смогут пользоваться методами context.openmodel и close model. Чтобы мы могли поместить какие-то компоненты в model provider, мы используем children. Который есть в props. Дальше. у model context есть провайдер. Сейчас это все будет работать не очень хорошо, потому что самому провайдеру нужно передать значения. значения open model и close model. Сам model provider будет иметь состояние модуль. Открыто ли модальное окно. Открыто ли модальное окно. Дальше. У нас будет. Model content. Set model content. Изначально оно будет пустым. И нам нужно реализовать два метода. open model и close model. Тут все просто. Естественно, у нас open model будет задавать set opened model true. Close model. Set model opened false. Но нам нужно открывать модалку уже с каким-то наполнением. Поэтому мы укажем, что у нас метод будет ожидать некоторые аргументы. Вообще он будет ожидать model config. А в этом model config мы будем передавать title для модалки. И будем контент для модалки передавать. Контент у нас может быть либо каким-то react, либо какой-то react компонентой, либо просто текстом. Все подготовили. Теперь нам нужно для провайдера передать value. Model. Давайте вот так вот сделаем. Тут у нас open model и close model. Можно сделать так. Указать, что по ключу open model мы можем получить ссылку на метод open model. Но так как у нас ключ совпадает с именем константы, в которой хранится ссылка на метод, то мы можем сделать вот так. Такой синтаксический сахар. Теперь передаем это value провайдеру. И дальше нужно все экспортировать через index.js. Сначала контекст. Порядок не важен, но по логике вещей. И экспортируем все через общий index.js контекстов. Теперь нам нужно обернуть все наше приложение. в провайдер модалки. Model Provider. И из любой точки приложения мы сможем пользоваться модалкой открывать, либо закрывать ее. Из любой точки приложения, ну в данном случае из app, компонента app, мы сможем это делать. Мы даже можем сделать вот так, чтобы как-то подзаполнить структуру. Создадим новую папку components. Просто назовем саму компоненту controls. Для блока components index.js. И для controls.js. Вставил CSS. Так, решаем немного эта штука. Так сделаю. и индекс.js. Вставил CSS мы можем перенести то, что добавили вот эти вот стили в app.css. теперь это все будет для компонент для компоненты controls. Сами компоненты controls. Import react from react. Import. Import. CSS. Export. Controls. Заберем из app.js то, что у нас в этих controls. Так вот сделаем. Controls подготовили. Нужно теперь их экспортировать через index.js. И через общий index.js блока компонентов. Я именно такие блоки создаю для того, чтобы все не валялось в одной папке. Тут и так все лежит в одной папке. В компоненте app простительно. А вот нашим компонентам уже будет непростительно. И следующий разраб будет тут долго искать, что происходит. Откуда ему брать компоненты. А так он сразу зайдет и поймет. Ага, все по папкам раскидано. Круто, классно. Сохраним, сохраним. Так, закрыл, чтобы лишних окон не было. Теперь в app.js импортируем. Из блока компонентов. Controls. Controls. Это просто блок кнопок. Чтобы они тоже здесь в app.js не расширялись слишком много. Ну и плюс будет наглядно видно, как у нас контекст проникает во все компоненты. Пронизывает их. Так, идем с сами кнопочки. И здесь нам нужно использовать hook useContext. UseContext. И нужно сюда нам передать modelContext. Угу, не импортировался. Угу, не импортировался. Угу, не импортировался. Угу, не импортировался. Угу. Вот, modelContext использовали. Так как наши компоненты находятся в блоке app.js, который находится в провайдере modelProvider, то нам доступны методы openModel и closeModel. CloseModel, я думаю, нам сейчас не понадобится. Ну, можем его... Ну, он нам не понадобится, в общем. Нам понадобится openModel. Но открывать-то нам еще нечего. Вот, нам открывать нечего. Поэтому в компонентах мы создадим саму модалку. Даже, смотрите, так как у нас контекст это вот для управления всей модалкой, я предлагаю, чтобы у нас модалка не жила далеко от контекста, который ей управляет. Создать ее тут. Назвать model.jsx. Хотя, вот тут вот. Создадим gsx. Сюда же ставил css. Ну, в принципе, норм. Пойдет. Хотя, давайте в компонентах. Что-то я так подумал, чтобы компоненты сильно пустыми не были. Рядом с компонентами мы создадим... В общем, на реальном проекте вы, я думаю, определитесь, куда вы их сохраните. Вообще, по-хорошему, ее можно будет в shard сохранить в папку и оттуда уже использовать и в других местах, возможно, вне контекста, а просто. Модал. Модал. Модал.jsx. Стайл.css. И индекс.js. Модал.js. react from react-export-model export-model и еще 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 что мы с вами сделаем а ну да импортируем style css return модал но обычно за модалка еще есть затемненная область зову ее backdrop сама модалка будет находиться в этой области а тут уже будем заполнять модул header и модул body так у нас будет выглядеть модалка экспортируем ее экспорт моду создадим класс стилей модул вообще еще создадим backdrop модул модул будет модул хэдер и модул воде backdrop у нас позициян иксет топ 0 left 0 и bottom 0 display flex justify content center align items center это для того чтобы нам само модельное окно разместить по центру и background color хотя я бы предложил то можно черным оставить таким таким не сделаем так тут все сделали тут у нас бэкграунд пола будет полностью белый ширину сделаем 800 пикселей и 600 пикселей стаётся хэдер хэдер у нас будет ширина 100% и паддинг словно будет 10 пикселей 20 пикселей border bottom 1 пиксель сплошной сплошная линия будет цвет сейчас тоже выберем и у нас остается боди боди модул банди паддинг такой же заберем пока что мы не можем посмотреть что у нас модалкой предлагаю вот что сделать предлагаю вот как ее показать мы ее пока что добавим вот тут прямо в апп джес модалочка мы еще не экспортировали так что нибудь вообще поменялось принципе должно было еще предлагаю самой модалки тень добавить по x смещение тени будет 0 по y 0 по z 15 пикселей предлагаю 25 цвет будет черный но мы уменьшим увеличим прозрачность вот так будет выглядеть и теперь еще борды радиус добавим вот так будет выглядеть наша модалка дальше можно пока накинуть контента вообще мы передадим и пропс будем придавать некоторые пропус модалку отсюда будем забирать children и тайтл children помещаем в модал боди и тайтл хедер тайтл можно тк 3 допустим заголовок 3 уровня так теперь тайтл самой модалки у нас будет проверим забыл проб сказать откуда мы это все вытаскиваем не из воздуха ведь нужно пропус не забывать он сайс слишком большие падинги а у самого даже вот так сделаем моду хендер заголовок 3 уровня и марджин 0 потому что у него еще марджин есть допустим такая будет у нас модалка уже можно ее использовать как компоненту но нам нужно использовать ее не просто как компонента нам нужно контролировать ее поэтому что мы можем сделать первое так мы эту модалку помещаем контекст контекст провайдер и помещаем ее вот сюда вот дальше что мы делаем теперь мы можем указать ей моду опент когда модалка будет открыта мы ее будем показывать так и запчесс мы ее убираем так как она у нас уже в провайдере модалка не не импортировалась сейчас ее нету если мы укажем true то у нас будет видно модалку вот она у нас появляется дальше весь модал контент мы можем передать вот таким образом вообще вот как мы можем сделать мы могли бы сделать вот так допустим так как у нас есть children то у нас есть открывающий и так джи секс и мы можем сделать так контент указать модал контент так тут на что а ну собственно сам контент а суда тайтал мы можем указать модул контент тайтал все будет работать ну как и должно все будет корректно отрабатывать но я предлагаю вот что сделать назвать вот это свойство children для модалки так вообще у нас тут будет children и тайтал и мы будем задавать этот контент контент при открытии сначала мы его задаем а потом только открываем модул конфиг передаем скажем что у нас там будет мы могли бы сделать так но синтаксический сахар джи секс нам говорит что мы можем сделать все намного проще так как у нас есть свойство children в конфиге и так как у нас есть title то мы можем просто все это дело скопировать в пропси самой компоненты это будет выглядеть вот так тогда в таком случае она до модул и все и к сам контент у нас все должно быть идем теперь в контрол с идем в контрол с open model handle клик first button создадим несколько обработчиков событий по нажатию на кнопки и для 3 каждый из этих кнопок будет отцу открывать модалку своим наполнением тайталом даже вот так назовем панет by first button и для всех я предлагаю сделать что-то похожее вешаем эти обработчики события на события он клик так везде first button получился секонд здесь третий подготовили и в модалке так в принципе все вот у нас появляется модалочка но она никак не закрывается мы можем с вами только открыть а и везде выводится все с button до текст не поменяли модалка появляется но появляется она вообще никак не плавно поэтому мы добавим немного модалки плавности модалки мы добавим еще плавности сделаем так несколько кейфреймов шоу-бэк-дроф и шоу-шоу моду шоу-бэк-дроф и шоу-шоу моду тут у нас будет в нуле процентов и при 100 процентов два будет состояние от которых нужно это первое перейти к этому от 0 к 100 процентов так тут у нас будет и по сети 0 100 процентов а тут у нас все то же самое 0 процентов по сети 0 и transform translate по игреку допустим можем вообще по любой оси по игреку сделаем изначально у нас будет пускай 500 пикселей а тут и в 100 процентах это вот ноль процентов и сто процентов это время анимации в начале самом начале у нас будет ну 0 процентов когда у нас анимация закончится то есть время анимации должно подходить концу нас быть соточка вот и мы ставим какие состояния от чего к чему нужно прийти нашим стилем так тут у нас вообще не 0 а единица тут у нас 0 пикселей они мыши на им у нас шоу-бэк-дроп дальше выполняем как у нас будет происходить 0,3 секунды то же самое для модалки шоу моду так я тут правильно указал да все правильно то же самое для модалки проверяем чего-то если честно я не заметил как это произошло ну да да я не заметил потому что давайте сделаем вот как если мы еще один параметр укажем нет что-то она быстро у нас появляется предлагаю вы здесь помедленнее допустим прям очень прямо очень быстро у нас появляется модалка так 0,3 секунды было смотрим transform translate указали можно поэкспериментировать попробовать вот точно не помню если мы поставим допустим так это у нас все прошло а здесь мы поставим с вами секунду пускай будет секунда здесь начнем с 50 шоу моду одна секунда animation duration timing function так наделаем и поставим 3 секунды допустим модалки прям никакого смещения нет так попробуем сделать нет она просто появляется бави дроп так модалка у нас а стоп подавайте мы модалки самой модалки мы уберем зачем мы и прозрачности добавили и вообще минус 500 пикселей все равно моду шоу моду так а все понятно вот она ошибка вот она где была в названии так теперь шоу моду норм и вот эту штуку убираем очень медленно давайте сделать так она как ангел спустилась до нас вот такая вот модалочка вот так она будет появляться но теперь нужно еще сделать закрытие предлагаю все таки добавить так и вот так вот теперь симпатичнее появляется вот у нас кстати она отрабатывает контент заполняется теперь нужно сделать закрытие модалки сделаем закрытие самой модалки первое нам нужно также получить метод из контекста который будет называться close model это уже используем hook use контекст модал контекст close model назовем метод handle close так здесь вот что мы сделаем здесь вот что мы с вами сделаем мы добавим состояние которое будет отслеживать закрываем ли мы модалку closing закрываем ли мы модалку set closing use state полосы изначально мы не будем ничего закрывать у нас будет класс для модалки даже да в принципе он и будет который будет называться backdrop backdrop classes даже даже так вот ну да правильно было назовем его если у нас closing будет фолкс точнее если у нас будет true то backdrop который мы будем прятать иначе просто backdrop передаем сюда эту переменную что мы делаем тут set closing делаем true time out close так давайте модалл time out даже вот так close time out set time out сколько нам понадобится на все примерно столько секунд миллисекунд и тут мы сделаем вот что close model true просто вызываем эту функцию ничего не передаем и удаляем хотя модалка уже будет удалена модалку ну нет нет все нормально и set clear time out close time out handle close мы должны навешать на backdrop чтобы когда мы будем нажимать на backdrop у нас все закрывалось модалка и нам нужно будет добавить еще классы еще стилей нужно будет для хай добавить но чтобы у нас не было вот этого эффекта что когда мы нажимаем с вами на модалку у нас все закрывалось нам нужно вот что сделать нам нужно будет предотвратить это действие делается очень просто он клик модалки передаем сюда стрелочную функцию стоп пропагейшин все теперь я нажимаю на модалку и ничего не происходит она не закрывается а нажимая на backdrop он закрывается воспользуемся этим таймаутом для того чтобы добавить анимации закрытия модалки у нас есть у нас есть бэкдроп и здесь делаем бэкдроп который мы скрываем добавим добавим несколько еще кимфреймов вот у нас есть для показа бэкдропа и также для того чтобы воскрыть все то же самое только наоборот и здесь есть еще проще зачем нам это делать еще можно сделать проще транзишен о целых тридесятых секунды бэкдроп и здесь то же самое целых тридесятых секунды бэкдроп хайт нас по сети выйдет нулем и модалка которая будет находиться в этом классе у нее тоже будет трансформ транслейт по игреку минус 500 пикселей ну и опасить будет 0 пробуем единственное что здесь нужно единичку убрать вот такая вот такое модальное окно получилось можно его еще немного под заполнить очень просто кстати его под заполнить мы можем заполнить как текста можем заполнить также его и какими-то блоками допустим тут у нас будет вот такой текст тут у нас уже будет так да у нас будет заголовок первого уровня а запятую забыл а тут у нас будет вот что close model и сюда передадим кнопку которая будет закрывать модул заполнили все три модалки делаем заполним заполни модалки заполняется и можно закрыть единственное что у нас при вот этом close model у нас нету анимации которые мы учли при backdrop вот такой анимации у нас нету она очень быстро закрывается но тем не менее модалка работает такой не сложный очень хак как можно самим сделать модалку стилизовать любые анимации какие только захотите чтобы при этом не ломать модалки которые есть из библиотек не ковыряться в них а очень просто создать свою модалочку если понравился видос ставь лайк подписывайся на канал дальше больше спасибо пока